Интерфейс Несколько входов, несколько выходов И разумеется, каждый вход имеет свою регулировку Если вот сейчас камера подойдет поближе, то можно обратить внимание Это вот, допустим, настройки эквалайзера, который сейчас использует наш микрофон в данный момент А это настройки компрессора, который мы сейчас используем То есть на каждый канал мы имеем эквалайзер, мы имеем компрессор на каждом канале Мы имеем общую динамическую обработку на общий выход При этом обратите внимание, на передней панели присутствует SD-карт-разъем То есть, что это нам дает? Мы можем без участия компьютера в режиме микшерного пульта воспроизводить минусовку на сцене И одновременно, обратите внимание, записывать на эту SD-карту то, что идет на общий выход микшерного пульта Или в отдельности каналы Кроме того, в режиме аудиоинтерфейса, когда мы подключаем к компьютеру этот аппарат Это аудиоинтерфейс достаточно высокого уровня качества Это 24 бит и 96 кГц При этом у него 8 входов и 6 выходов То, что мы видим на верхней панели, это специальная консоль управления программой звукозаписи Я сразу хочу сказать, что слово «сонар», которое бросается в глаза и которое многих вводит в заблуждение Оно не означает, что данный интерфейс разрабатывался только исключительно для сонара Совершенно нет Напротив, эта карта предназначена для любой программы звукозаписи На нашем сайте вы можете скачать, к примеру, плагин для того же Logica или GarageBand И, кстати, многие наши пользователи пользуются именно под компьютерами Apple этой системой и очень довольны Что имеется для управления программой звукозаписи В правой части вы можете обнаружить стандартный блок управления транспорт-контроля Это у нас работает на любую программу звукозаписи В верхней части у нас переключение между дорожками Назначаемый контроллер, кстати, который очень удобно использовать не только как фонораму на канале Но также и как шаттл-контроллер для навигации по треку Плюс, соответственно, классические клавиши назначения канала То есть Mute, Solo, ARM, подготовка к записи Но самое интересное, это располагающийся в правой части моторизованный фейдер То есть это фейдер, имеющий специальный привод, который движет фейдер в соответствии с настройками, которые стоят на данном канале в программном обеспечении Левая часть интерфейса, она при подключении к компьютеру Пока она в автономном режиме, понятное дело, это работает как микшерный пульт И его управление, когда мы подключаем к компьютеру, этот весь блок уходит под управление наших плагинов То есть мы можем спокойно назначить на него любые функции VST подключаемых модулей Ну, я думаю, все Спасибо большое Спасибо. 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 Спасибо.